Здравствуйте! Сегодня мы привезли гостинцы в Санкт-Петербург своим родителям в виде 13 сортов голубики. Сейчас будем немножко их пробовать и немножко про них рассказывать. Значит, один из ранних сортов у нас это река. Вот она. Вот так вот выглядит ягода реки. Вот она немножечко с кислинкой. Но в целом очень сбалансированная. Из ранних сортов есть еще дюк. Вот так выглядит дюк. Вот. Ладенько. Сердечки. Да. Дальше. Среднего срока созревания у нас идут сорта. Денис, Блюм. Легай. Вот он, Денис, Блю. У него ягодка хрумкается. Она очень сочная, кругленькая. И достаточно сладкая. Сладенькая? Это полупромышленный сорт. Угу. Среднего срока созревания. На чернику похоже. Угу. Среднего срока созревания Блюкроп. Это стандарт ягоды. Угу. Среднего срока созревания. Среднего срока созревания. Но Денис мне послаще. Блюгольд. Большой. Да. Блюгольд более крупная ягода. О, крупненькая. Да. Вкусная. Кислое. Ммм. Кислее. 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 Чем Денис и Блю. Блю. Блюкроп. Дальше среднего срока созревания. Тора. А вот все обзору. Угу. Тора. Это аналог. Кислое. Блюкропа. Только она более дружно созревает. И попустнее ягода. Она крепче ягода. Да. Это полупромышленник. Есть кисленький, есть сладенький. Чандлер. Чандлер давай пробовать. Вот чандлер. Среднего срока созревания еще есть бонус. Вот так выглядит бонус. Бонус ягода более крупная. На кусту. Вот чандлер. Чандлер это длительного срока созревания. И вкусная. Значит остался у нас вот этот вот сорт называется Шантеклер. Вот это подождем. Чандлер. Какой-то вкус такой. Какая-то другая ягода. С земляничным вкусом. Да, что-то земляничное такое. А вот это вот Шантеклер. Шантеклер сорт самый первый. Вот. У него достаточно. Это уже второй сбор. Первая ягода очень крупная. Угу. И очень мясистая. Мне понравился больше всего по вкусу Деннис Блю. Он сладочайше всего на мой взгляд. И поздние остались сорта. Это кто? Вот это Бригитта Блю. Ммм. Крупненькая. Позднего срока созревания. Хорошая, сочная. Ммм. Сладенькая. Она не очень сладкая. Такая сладкая, но не очень в общем. В общем хорошая. Крупненькая такая. Легати. Легати. Вот это Легати. Легати это уже остатки здесь мы собрали. Она тоже достаточно крупная ягода. И очень сладкая. И очень вкусная. Очень сладкая. А вот я с Деннисом можно сравнить ее. Вот Деннис. Угу. Да, сладкая одинаково. Даже Легати послаще. Вот это вот Герберт. Герберт. Тоже очень интересная по букету ягода. Мне очень она нравится. И крупная. Она крупная и очень урожайный сорт. Очень урожайный. Крепкий плод, значит долго хранится. У меня полупромышленник, да. Хорошая. И последняя ягода, которая у нас осталась для пробы, это Беркви. Вкусненькая я уже. Напробовался, мне кажется. Ммм. Тоже не сладкая. Да. Да. Вкусненько. Ну вот такие гостинцы. Да. Мам, ну иди пробовать уже. Потому что все сейчас уже распробуем. Много-много разных, много разных сортов. И у каждого свой вкус. Ну как вам? Дюк попробуй. Ну что вкусно очень. Дюк попробуй. Дюк. Вот. Вот эта гидреная. Гидреная? Да. И вот эта попробуй. Эта сладкая. Вот эта. Дюк сладкий, да. Легаси очень сладкая. И вот эта сладкая. Да. Это Денис Блю. Господи. А вот же написано на этом. Денис, Легаси, Блюкроп. Папа, иди пробовать давай. Папа, ешь голубюку. Она очень полезная. Она полезная? Очень. Ее химический состав такой же, как у черники, только нет красящих веществ. Деда, вот тебе как раз тогда надо есть как можно больше для глаз. На, деда. А для ушей? Кушай. А то, что самую сладкую давай, ему ничего? А то, что самую сладкую.